Время от времени в интернете встречаются такие люди, которые называют диванными войнами тех, кто своим словом в интернет-пространстве пытается что-то противопоставить кадыровскому терроризму и тирании в Чечне. Критики всячески пытаются умолить достоинства таких людей, утверждая, что, мол, диванные войны, малодушные, мол, им надо не в интернете сидеть и обсуждать кадыровский беспредел, а действовать физически, хотя всем очевидно, что одиночное физическое противостояние против путинских преступников на данном этапе не работает и контрпродуктивно для противников кровавого режима. Хотя в идеале, конечно, было бы хорошо, если народ отстоял свое право, но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Реалии сегодня таковы, что так называемые диванные войны, по сути являются героями на фоне тех, кто вообще бездействует или что еще хуже аплодируют кровавым кадыровским преступникам. Исходя из наших сегодняшних реалий, каждый, кто хоть точку ставит против кадырова, является героем. И напоследок хочется заметить, что если бы было правдой то, что утверждают критики диванных войск, то кадыров не направил бы весь шквал своего гнева на тех, кто противостоит ему в интернете. И да, наши враги тоже имеют свои диванные войска, но в отличие от нас они сторонники зла и они проплаченные.